Приветствую вас. Так, навскидку, я могу сказать, что у вас есть проблемы с личными границами, так что вы стремитесь к слиянию с человеком. Так, навскидку, я могу сказать, что у вас проблема с самооценкой, то есть у вас она занижена. И так, навскидку, я могу сказать, что вы боитесь одиночества. Вот, что вы, у вас есть, ну, вероятно, некоторые проблемы с принятием себя, вероятно, есть некоторые проблемы с пониманием себя, вероятно, есть некоторые проблемы с чувством стыда, с выстыдить самооценка. Вот, это то, что я могу сказать, навскидку. И, соответственно, именно эти аспекты мешают вам, ну, собственно говоря, пережить разводы, о котором вы говорите. Вот, потому что, ну, понятно, я надеюсь, что если бы у вас все было в порядке, да, если бы у вас самооценка была бы в норме, если бы вы одиночества не боялись, вот. Вот, ну, соответственно, вряд ли бы вот эти проблемы, которые у вас сейчас имеются, да, вряд ли бы они вас как-то бы вообще привозили, вряд ли бы эти проблемы вас волновали. Да, вот, мужчина, ну, вот, он ведет себя откровенно ужасно, да, мужчина, он вас откровенно не ценит, ну, откровенно говоря, он вас относится к вам весьма-весьма, не сказать, чтобы прям, так, знаете, позитивно. Вот, и, собственно говоря, собственно говоря, вот, если бы вы имели бы все необходимые ресурсы, да, то есть у вас не было бы этих проблем, которые я описал, вот, что возможно, 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 все было бы у вас в порядке, и... не было бы, ну, не было бы вам так тяжело перечить развод, вот, как вы его переживаете, к примеру, сейчас, ну, вот, на данный момент, вот. А, значит, второе, что я могу сказать, да, второе, что хотел бы сказать, это, ну, выявить, выявить как-то, вот, выявить, собственно, что вам тяжело. То есть, именно, вот, выявить тяжесть. То есть, вы говорите, что мне тяжело, там, перечить развод, да, а что именно, то есть, что вам тяжело перечить? Что именно теперь тяжело перечить? В чем дело? Вот. То есть, вот, на мой взгляд, да, это то, что тоже очень, очень важно, очень важно и необходимо понять. Вот, в чем дело. Вот вы говорите, что любите его. Ну, расскажите немножко о любви. Да, то есть, что такое любовь? По вашему мнению. Как вы понимаете любовь? Вот. Что вы понимаете под любовью, к примеру? Вот. Ну, это тоже, это тоже, это тоже, это то, что очень важно. Это то, что очень важно. Понятно. Там еще очень много люди говорят о любви, но мало кто чувствует любовь. То есть, когда мы говорим о любви, да, то любовь, она подразумевает то, что вы что-то делаете для человека. Когда мы говорим о любви, мы понимаем то, что вы заинтересованы в его, скажем так, ну, допустим, в его развитии личностном, к примеру, мы заинтересованы. Когда мы говорим о любви, мы говорим о том, что мы, как бы, хотим человека, там, грубо говоря, да, развивать, как-то мы хотим, там, способствовать его развитию, его личностному росту и так далее. Вот. Но, происходит ли, происходит ли это здесь? Происходит ли это с вами? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, вы в человека нуждаем, нуждаются. Именно нуждаются в нем. Нуждаемость, это совсем не то же самое, что любовь. Вот. Вот. И, собственно, вас, возможно, возможно, именно это и привело-то, по сути, к тому, что человек, он вас, вот, по сути-то, и не ценил. Что-то, возможно, именно в этом все дело, что человек вас просто не ценил. Вы себя изначально поставили так, что вот вы, там, ну, готовы были на все. Вы себя поставили так, что вы готовы, что вы готовы, готовы вообще на все. Вот. А, ценить вас, ну, вот, было не зашло. Так вы себя, по крайней мере, рекомендовали, ну, по моему мнению, по крайней мере. Вот. Я, конечно, могу, безусловно, ошибаться, безусловно, мне кажется, мне кажется, что именно так обстоят дела. Вот. А, значит, то есть, тут нужно смотреть на то, как вы стали вместе с мужчиной, вот, как вы создали семью с мужчиной, что вас, ну, что вас, вообще говоря, объединяло, вот. И объединяло ли вас что-то, вот. То есть, мне кажется, это очень такие важные вещи, которые необходимо разобрать и рассмотреть, вот. А, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Вот. То есть, мужчина, ну, он, здесь, опять же, судя по тому, что вы успеете, мужчина просто, он, он, продвигает свою позицию, которая у него изначально была. Вот. И всё. Так, по крайней мере, мне показало. Вот. То, что вы прожили всего 9 месяцев, то, что вы делали для него, то, что вы делали для него всё, а, значит, вот вы пишите, то я строил отношения, ничего не делал, но это говорит о том, что, опять же, в отношениях, где интересованы были больше вы, чем он. Вот. И, если честно, вы простите, но мне не очень понятно, почему вы выгнали его? Почему? Почему вы его, вы его выгнали? Вот. То есть, мужчина, он, как и был в начале, это киностат, он не изменился совершенно. Вот. Вы его выбрали, вы надеялись, что он изменится, вы надеялись, что он станет другим. Почему вы надеялись, что он станет другим? Это уже вопрос. Понимаете? Вот. То есть, это ваше желание. Потому и говорят, потому и говорю, что насчет любви у меня есть сомнения. Вот. Вы такое впечатление, что ждали перемены мужчины. Просто ждали перемены. Вот. И перемены не произошли. Вот. Когда перемены не случились, вы его выгнали. Далее вы пишете, значит, так, вместо того, чтобы думать о его плохих качествах, напоминаю, хороших. Есть ваши неудовлетворенные желания. Вот. Дают отобернет. Есть дают отобернет ваши отобретности. Вот. Которые, ну и сами, самостоятельно не удовлетворяются. Ну, по той или иной причине. Вот. По той или иной причине. По какой причине, я не знаю. Конечно же, потому что, ну, нет никакой, никакой информации о вас. Вот. Ну. Совершенная сверенность того. Так. Так. То есть, вы вспоминаете, вы говорите, что я вспоминаю, не вспоминаю его плохие качества, а вспоминаю хорошие. Опять же, любили вы его, вы бы, а вообще бы не разделяли его качества на плохие и хорошие. Потому что плохих и хороших качеств не было от слова вообще. Вот. А с другой стороны, вы бы даже на расстоянии, вы бы даже на расстоянии, а нашли бы способ, как-то вот, свою любовь, отношение к кому-то появиться. Дальше. Сделал у нас шаг на примирение. Зачем? Он ответил, чтобы я приходил жить к его родителям. Для этого жили с моими. Ну, то есть мужчины, получается, не самостоятельные. Да? Я предложил начать отдельный взрослужий. Начинать ответил, что его все устраивает. Да. Это, вот опять же, да, человек не менялся. Он не изменился. Он такой же, как он, каким он был. Как, эээ, как пройти этот путь развода? Как пройти путь развода? Поддержка вам нужна, психолога? Вспоминать, вам нужно вспомнить о том, что помимо, помимо, помимо человека, если еще и вы, вам нужно вспомнить о том, что нельзя распорядиться в человеке. Вам нужно выстраивать личные границы, повышаться на оценку, вот, и заниматься собственным делом. Собственным, собственным, собственным делом. Вот. Вы пишите, что вам тяжело. Я понимаю, что вам тяжело. Но, непонятно, в чем именно тяжело. У вас здесь противоречие. У вас здесь противоречие. Вы говорите, что мужчины ничего не делают. Да? Ну, ну, вообще ничего не делают. Вот. И вы чувствовали себя одно в отношениях. И с другой стороны, вы вспоминаете о нем. И хотите быть с ним. И даже на примере не идет. Вот. И начало, да, что-то вам нужно сделать. Это, вот, противоречие. Разрешите свои противоречия. Второе. Какая-то, вот, единая позиция должна быть вашей. По тому или иному вопросу. Должна быть единая позиция. Так получается, что этой самой, вот, единой позиции, да, у вас нет. Отсутствие, 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 ооо, четкого образа в глазах другого человека. Вот. Что, в итоге, приводит к разрыву отношений. Вот. Дальше. Так, значит. Вы пишите. Не могу понять, где здесь чувства, которые он так долго говорил. А вы, любовь, эээ, правда считаете, что эти чувства были? То есть, вы еще верите в то, что они были? А если верите, то зачем вы верите? То есть, почему вы верите? Вот. У нас есть надежда. Надежда на то, что есть чувства. Но надежда, надежда это то, что вам сильнее всего вредит. А мы-то надежда это то, что так вот, что такое надежда. Хм. Вот я, знаете как, я не буду вам отвечать на вопрос, который сам Ван, но я предлагаю вам подумать. Вот. Кхм. На примере, допустим. Допустим, на примере. Эм, на примере, мы, к примеру, азартных игр. Азартных игр. Ага. Вот. Выстроите, попробуйте выстроить цепочку логическую из азартной игры и надежды. Как связана надежда и азартная игра? Как участвовать надежда в развитии игровой зависимости. К примеру. В любой зависимости, как участвовать надежда. Хм. Подумайте об этом. Я уверен, что вы увидите. Вот это я хочу вам сказать. Вот. Так что, тяжело вам. Только, только потому, что вы испытываете надежду. Которое вам мешает понять, что эти отношения были изначально обречены. Вот. Либо, либо. Они могли быть не обречены, только в том случае, если вы готовы были бы, к примеру, принять условия человека. Ну, грубо говоря, действовать как хочет он. Да. Ну, в общем-то, это наглядно подемонстрировало, да, что вы так жить. И вы не готовы. Вот. Вот и всё. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.